В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Ирина Ромбальская. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. Количество меньше и эффективность больше на совещании во Дворце Независимости. Сегодня обсудили тему оптимизации госаппарата. Авиация на службе у аграриев. В Могилевском районе к весенним полевым работам привлекают самолеты, которые более эффективны обычной сельхозтехники. О полевых взлетах и посадках Юрия Прокопенко. 12 лет лишения свободы и вынесем приговор женщине, которая выбросила в мусоропровод своего новорожденного ребенка. Как будут меняться цены на билеты в кино? Какие белорусские товары популярны в США? И почему вай-фай теряет популярность? Расскажет Анна Рублева в экономическом обзоре через несколько минут. Мал бегемот да дорог. Уникальное пополнение в зоопарке австралийского Сиднея. Беларусь заинтересована в опыте государственных преобразований, которые происходят в Казахстане. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Можилиса парламента этого государства Нурланом Нигматулиным. Сегодня официальная Астана переживает политическую перезагрузку. После принятия новой редакции Конституции у казахстанских законотворцев появится больше полномочий. Мы действительно очень серьезно и внимательно изучаем ваш опыт. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги, которые вы предпринимаете во имя, прежде всего, сохранения стабильности и независимости вашего государства. Вы пытаетесь всякие реформы, особенно по государственному устройству, изменению Конституции, обязательно подкреплять конкретными экономическими шагами. Это очень важно. Это хороший пример для других. Вы молодцы, что это сложное время для всех, и для Казахстана оно непростое. Вы сохраняете единство страны, потому что страна огромная, вокруг происходят тяжелые события. Конечно же, спокойной жизни ни нам, ни вам никто не даст. Вы в центре нашей цивилизации, восточной находитесь, мы в центре Европы. Естественно, что все волны так или иначе на нас накатывают. Мы тоже это понимаем и знаем, насколько непросто сейчас и Казахстану в том числе, особенно в то время, когда и основной наш партнер переживает непростые времена, сложные времена. А еще здесь накладывается и предвыборная кампания в России. Все будет непросто, конечно. Мы очень переживаем за наше объединение, наши страны, даже в ближайшей перспективе. В этом году 25 лет установления наших дипломатических отношений в сентябре месяце. Мы тоже хотели бы отметить, что за эти годы между Казахстаном и Республикой Беларусь у нас есть очень хорошие контакты. Мы проговорили с Владимиром Павловичем, определили все вопросы наших практических шагов по совместной межпарламентской работе. Вы абсолютно правы, у нас никаких нет ни решенных вопросов ни внутри межпарламентского нашего общения, ни на наших интеграционных площадках межпарламентских. Мы все слажено, все скоординировано работаем. Так будет и в дальнейшем. Наши страны – давние стратегические партнеры. В Казахстане работает 8 совместных сборочных производств белорусской техники. Еще 6 планируют запустить в ближайшем будущем. Казахстанские партнеры заинтересованы высокотехнологичной продукцией наших предприятий. Летом Астана станет столицей двух событий – саммита Шанхайской организации сотрудничества и всемирной выставки Экспо-2017. Выставочные стенды представят более сотни стран, в их числе и Беларусь. Александр Лукашенко подчеркнул, что готов встретиться с президентом Казахстана во время этих мероприятий. Растет количество жертв авиаудара по мечети в Сирийском Алеппо в списке погибших до 75 человек. Десятки получили ранения. Воздушная бомбардировка произошла во время вечерней молитвы. Все пострадавшие – мирные жители. Спустя несколько часов после происшествия США признали, что удар нанесла их авиация. Летчики целились по боевикам исламского государства. Атака стала трагической случайностью. Взрыв прогремел в бизнес-центре в Кипрском Лимассоле. ЧП случилось в утренний час пик, когда люди шли на работу. Поэтому жертв удалось избежать. В течение нескольких часов пожарные тушили пламя. Полиция ведет расследование инцидента. Версия теракта не исключается. Очевидцы сообщают, что после первого взрыва прогремели еще несколько. Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76 принят на вооружение военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Основная часть изменений коснулась и бортового оборудования. Теперь в Ил-76 есть спутниковый навигационный комплекс, совмещенный с автопилотом. Также усовершенствованный самолет получил систему раннего предупреждения столкновения с землей и самолетами. Мы получили практически новый самолет после капитального ремонта. Но вообще очень удачная разработка конструкторского бюро Ильюшина с большим потенциалом и высокой надежностью позволяет проводить глубокую модернизацию данного воздушного судна, обеспечивая высокие боевые возможности, и что актуально в настоящее время, обеспечивая высокую безопасность полета. Усовершенствовали воздушное судно в Рязани. Изменения сделали технику пилотирования самолета более легкой и повысили безопасность пилота, а также расширили географию полетов. Поле самолет-урожай в Беларуси. Начались весенние полевые работы. На юге страны приступили к севу ранних яровых. В других районах активно занимаются подкормкой озимы. Для ускорения процесса в Могилевском районе традиционно привлекают авиацию. При этом самолеты работают гораздо эффективнее, чем любая сельхозтехника. О полях от винта расскажет мой коллега Юрий Прокопенко. Этот Рудягаан в день совершает около 40 полетов. Разумеется, если погода позволяет, рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается за кодом солнца, а перерывы только на дозаправку. От винта! На борт воздушного судна загружена тонна минеральных удобрений. Этого количества хватит, чтобы обработать 6,5 гектаров. Самолеты работают быстрее и масштабнее, чем сельхозтехника. За один день авиагруппа выполняет тот же объем работы, что тракторы за неделю. Если бы не самолеты, озимы могли остаться без подкормки. Первая весенняя подкормка проводится в очень ранние сроки. Должна проводиться по регламенту. И в это время не всегда техника колесная может въехать в поле. То есть может застрять и так далее. Вот возникают проблемы. А самолет это ни по чем. Он летает в небе и прекрасно справляется со своей работой. Держать в нашем арсенале авиацию это достаточно накладно. Но эти затраты себя окупают. И мы считаем, что у авиационной группы есть будущее. Авиационная группа здесь это два самолета, четыре техника и пять пилотов. Люди, которые знают не только свое ремесло, но и неплохо разбираются в растении и водстве. В этой работе важна точность. Усчитывается все. Скорость, высота, ветер и, конечно, температура. Дмитрий Сукач у авиации уже 27 лет. Летал на пассажирских и грузовых судах. И вот решил переквалифицироваться в летающего агронома. Говорит, с высоты кукурузника родные пейзажи особенно красивы. Потому с нетерпением ждал нового летного сезона. Весна наступила наконец-таки. И очень красиво. Очень. Радуется глаз. И погода нас не подвела. И все очень замечательно. Мы опять в небе. И наслаждаемся своей работой. Самолеты будут летать до самой осени. То есть весь сезон полевых работ. Здесь им доверяют подсев травы, подкормку, внесение удобрений. Перед каждым сезоном крылатые машины проходят тщательное техобслуживание. Машина настолько уникальная, что до сих пор эксплуатируется, наверное, во всем мире. Благодаря своей технологичности при ремонте. Дает возможность даже при перерыве в работе до 20 лет, его опять поставить на крыло и выполнять полеты. Обрабатывать поля с воздуха могут позволить себе только крепкие хозяйства. Удовольствие это не дешевое. Но, как правило, весенние инвестиции осенью приносят неплохие дивиденды. Юрий Прокопенко, Василий Лысенков, телекомпания СТВ, Могилевская область. Не числом, а умением. При оптимизации в госаппарате необходимо отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. На совещании у президента сегодня обсуждали тему эффективности госаппарата. И речь здесь идет об оптимизации функции, а не о бездумном механическом сокращении численности работников. Благодаря этому, уверен Александр Лукашенко, можно сформировать эффективную модель управления. Первые шаги предпринимались уже в 2013-м. Сейчас работу необходимо продолжить. При этом внимание надо уделить качеству всей управленческой деятельности. Неправильно поступают и понимают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если мы пойдем этим путем, мы большого эффекта не достигнем. Нам надо оптимизировать процессы. И это гораздо больший эффект. Мы можем получить от этого. Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизма. Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу. Прежде всего, нам следует отсечь все лишнее. Вот все лишнее надо отсечь мгновенно, что плодит бюрократия и мешает динамичному развитию страны. Главная цель в этом деле – избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций. То есть тех функций, которые аппараты и государственные органы выполнять вообще не должны. А самое главное – дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений. У нас часто бывает, когда уже решение принято, в том числе и президентом, его надо формализовать. То есть облечь какой-то документ, указ, декрет, распоражение, поручение. Тем не менее, месяцами будем ходить друг за другом, чтобы ему придать этому решению соответствующую форму. Как бы мы сегодня не сокращали численность, мы договорились, что внизу, в сельских советах, в районах, там, в принципе, нечего сокращать уже. Это они сами посмотрят, если какой-то там один человек, полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплату другим. Это не возбраняется. Но нам туда уже лезть нечего, там у нас осталось по 80 человек. Государственные органы избавятся от дублирующих функций. Внимание – вопросам дебюрократизации. Но никак нельзя забывать, что сокращение – это не сама цель. Процесс оптимизации должен быть поступательным, но изменение численности и повышение оплаты труда не должно идти в отрыве от процессов, которые происходят в экономике. Мы должны в максимальной степени оптимизировать процессы, связанные с госуправлением, снизить затратность этих процессов, с учетом того, что есть уже в мире очень серьезные информационные технологии, которые позволяют заметно снизить число участников, не уменьшая, а даже повышая качество управленческих решений. По итогам совещания президент поручил доработать подходы к оптимизации до конца года. При этом никаких узковедомственных интересов в этом вопросе быть не должно. К концу года в Беларуси будет создано 70 тысяч новых рабочих мест. Средняя зарплата по стране составит не менее тысяч рублей, а уровень пенсий должен быть минимум 40% от этого показателя. Такие задачи стоят перед Министерством труда и социальной защиты. Об этом рассказала глава социального ведомства Ирина Костевич. Нашему каналу министр дала первое большое интервью после назначения. Полную версию беседы смотрите в ближайшей программе неделя. Конечно, у нас основой создания рабочих мест это новое предприятие. Если посмотреть вот прошлый год, 2016, то около 40 тысяч новых рабочих мест было создано именно на новых предприятиях. Это микропредприятия. Пришел, зарегистрировался и стартуют они численностью, ну, знаете, 1, 2, 3 человека. Директор, бухгалтер, юрист. И вот именно задача, чтобы нам максимально создать вот эти рабочие места, чтобы этот бизнес очень быстро развернулся. Итак, большое интервью министра труда и социальной защиты Ирины Костевич смотрите в программе неделя в воскресенье в 19.30. Власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем. Как отметил сегодня первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, задача чиновников на местах услышать и постараться помочь каждому человеку. Надо уже стараться идти к людям, потому что, наверное, в какой-то промежуток времени мы забыли о том, что главная ценность нашей страны это тот рабочий человек, который создает как материальное, так и духовное благо нашего государства. Поэтому надо все сделать так, чтобы у людей даже не было мотивации идти и куда-то высказывать свое недовольство ситуацией, либо высказывать недовольство действиями властей. Работать просто надо хорошо. К тому же до 1 мая поставлена задача трудоустроить максимальное число тех, кто может и хочет работать. Специалисты и служб занятости констатируют, предложение о работе превышает спрос. При этом зарплаты соответствуют среднему уровню в регионе. Генеральная прокуратура считает правомерной реакцию на грубое нарушение закона о проведении массовых мероприятий. Глава ведомства Александр Конюк прокомментировал журналистам задержание участников акции против декрета номер 3. Как отметили ранее в МВД, все задержанные грубо нарушили законодательство. Так, статьей 11 закона о проведении массовых мероприятий категорически запрещено скрывать свои лица под масками. О неправомерности таких действий предупреждали и сотрудники милиции. Однако требования были проигнорированы. Если есть закон о массовых мероприятиях, если есть порядок его проведения, и если человек нарушает этот закон, то у меня просто как у прокурора не другого выхода, чтобы принимать меры, как и у работников МВД. Напомню, накануне МВД опубликовало оперативное видео с предметами, изъятыми при задержании участников акции против декрета номер 3. Несмотря на то, что шествие заявлялось как мирное, среди вещей задержанных почему-то были обнаружены кастеты, балаклавы и баллончики с газом. 12 лет лишения свободы суд вынес приговор матери, которая выбросила своего ребенка в мусоропровод. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Девочку, которая пролетела с 7 этажей, чудом выжила, сейчас воспитывает тетя и бабушка. Напомню, шокирующая история произошла в сентябре в поселке Мочулище Минского района. 28-летняя местная жительница, родив дома в санузле, решила выбросить малышку с 7 этажа в мусоропровод. Свой поступок женщина объяснила стрессовым состоянием. Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. Как обеспечить пожарную безопасность и при этом оптимизировать контроль МЧС и бизнес-сообщество обсудили перспективы взаимодействия после отмены проверок. Новый подход позволит проявить гибкость по отношению к частникам и отказаться от чрезмерных требований, напрямую не влияющих на безопасность. Ответственность за риски теперь ложится на руководителей предприятий. При этом МЧС усилит профилактическую работу. После принятия решения о сокращении проверок, сразу высказывание о МЧС и не мешало. А что будет повториться хромая лошадь? Есть закон, есть требования, есть руководители и должные лица, надо исполнять. Но мы сказали, мы открыты к диалогу, мы всегда готовы прийти, помочь, подсказать, где-то научить, где-то поучаствовать. Всё в законе прописать нельзя. И мы предлагаем, и наши коллеги из министерства в принципе с этим согласны, что мы должны по ходу реализации уже вот этой упрощённой, может быть, более либеральной схемы, мы должны постоянно находиться в контакте. Бизнес с пониманием относится, это наша общая задача действительно обеспечения безопасности, жизни, здоровья наших работников, наших граждан. Поэтому у нас нету здесь огульного такого подхода, давай максимально там упрощай, всё должно быть здраво. Напомню, в феврале МЧС отменила проверки малого и среднего бизнеса. Для успешной работы по новой либеральной схеме деловые круги представители ведомства готовы создать консультативный совет. Постоянный диалог позволит оперативно регулировать действующие нормы. Объём промышленного производства Беларуси увеличился на 3% и составил 12,5 миллиардов. Самые большие темпы прироста в горнодобывающей промышленности и производстве электроэнергии. Таковы свежие данные Белстата. В каких ещё отраслях наблюдается рост, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублёвой. Анна, правда ли, что февраль – это своего рода показательный месяц? Добрый вечер, Ирина. Конечно, во многом данные февраля определяют старт года, потому что именно с этого месяца начинает наблюдаться рост всех отраслей. На данный момент увеличивается производство бумажных изделий, лекарств, металлических и текстильных изделий. Неожиданно новый тренд белорусского экспорта в США – волосы. Поставки натуральных прядей увеличились за последний год в 4 раза. Конечно, это не основная статья доходов, как калийные удобрения, лабораторные приборы, IT-услуги и изделия из чёрных металлов. Но тенденция очевидна. И новые номинанты на экспорт в США – это двигатели для гражданских самолётов, экскаваторы-погрузчики и автомобильные шины. Итого, в прошлом году экспорт в США составил 134 миллиона долларов. Белорусы стали чаще смотреть фильмы. Рынок кинопроката страны достиг 22 миллионов долларов. При этом прокат столицы готов принять не менее 9 миллионов зрителей ежегодно. Вместе с тем, цены на билеты последние 12 месяцев не меняются. Самые дешёвые дневные сеансы в будние дни порой не превышают и 2 рублей. Держать такие цены помогает продажа сопутствующих товаров, которые составляют около трети оборота сети. Самый значительный рост в метрах демонстрирует складская недвижимость. Почти в 80 раз увеличилась ёмкость рынка за 10 лет. Это объясняется появлением логистических центров и в целом увеличением транзитных операций. Стремительный рост офисных метров в Минске значительно обогнал потребности рынка, увеличившись в 9 раз. При том, что количество столичных компаний выросло только на треть. Так что предложение опережает спрос. Вдохновляющие ролики признаны самыми популярными в интернете. Кроме того, в два раза выросла популярность видео о том, как организовать бизнес, увеличить продажи и мотивацию работников. Исследование проводилось среди пользователей от 18 до 34 лет. При этом материалы о красоте уже теряют свои позиции. На их месте уверенно обосновались инструкции к успешной жизни, деловые новости и обучающий контент. К теме образования мы ещё вернёмся в выпуске. Какие изменения будут в кодексе, смотрите через несколько минут комментарий министра. Wi-Fi теряет свои позиции. Технологию вытесняют пакеты безлимитного интернета от мобильных операторов. Тем более, что доля мобильного трафика стремительно растёт. 20% пользователей предпочитают гаджеты, а не стационарные устройства. Производители телекоммуникационного оборудования всё же пытаются удержать свои позиции и начали делать роутеры. Не только с технологиями Wi-Fi, но и LTE. А пока курсы валют на завтра. Евро 2 рубля и 3 копейки, доллар 1 рубль и 89 копеек, 100 российских рублей меняют на 3 рубля и 26 копеек. Успешных выходных перед рабочей неделей. Спасибо, Анна. Это были деловые новости от Анны Рублёвой. Досрочно присваивать высшие категории учителям будут на местах. В Беларуси готовится редакция нового кодекса об образовании. Кардинальных реформ в систему обучения подрастающего поколения документ не внесёт. Но подкорректируют некоторые моменты работы педагогов. Будут усовершенствованы школьные программы и планы. Усилится работа над системой непрерывного образования. Работают в профильном ведомстве и над созданием электронных учебников. В процессе подготовки кодекса проходило общественное обсуждение. Все мнения учтены. Сегодня для того, чтобы учителю досрочно получить какую-то более высокую категорию, нужно получать специальное разрешение министра образования. Ну, нужно ли это делать? Я думаю, что на местах, наверное, лучше знают. В конкретной школе, в конкретном управлении образования лучше знают этого учителя, как он работает, что он делает, какие у него есть достижения, какие есть у него, так сказать, наработки методические в том числе. Поэтому надо эти полномочия делегировать непосредственно на место. Они лучше это знают. Последние исследования белорусской системы образования не выявили в ней наболевших точек. Специалисты планируют уделить больше времени воспитательному процессу, практическим занятиям и школьной занятости. И последнее. В зоопарке австралийского Сиднея уникальное пополнение. Впервые за 7 лет родился детеныш карликового бегемота. Сейчас девочке 24 дня, и она с любопытством исследует свою территорию. С любимым занятием малышка определилась. Ей очень нравится плескаться в бассейне. Вскоре работники зоопарка проведут конкурс, чтобы выбрать новой жительнице имя. Отмечу, карликовые бегемоты относятся к виду, который находится под угрозой исчезновения. В дикой природе насчитывается лишь 3000 особей. И на этом у меня пока все. В студии работала Ирина Ромбальская. До встречи в 22.30. Субтитры создавал DimaTorzok